Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я сегодня хотел бы провести прямой эфир по поводу инициативы Хасмужмар Токаева. Сегодня он объявил о том, что правительство спишет беззалоговые займы суммарно до 300 тысяч тенге, который включает погашение основного долга, плюс процентов и не очень внятно по штрафам и пеням сказано. Правительство Хасмужмар Токаева проинформировало, что это коснется около 500 тысяч человек в списании, что на самом деле 86% тех людей, которые попадут под эту программу, имеют кредиты порядка 200 тысяч тенге, и остальные 14% имеют суммы больше, и поэтому Токаеву доложили, что якобы тогда 255 тысяч человек спишут полностью все кредиты, и остальные около 250 тысяч человек понизят свою задолженность перед банком на сумму приблизительно 300 тысяч тенге. И еще раз, Токаев заявляет, что это затронет интересы 500 тысяч человек. Я хочу поздравить наших граждан с тем, что за 30-летнее существование власти Назарбаева наш народ Казахстан впервые добился успеха, и вы все должны понимать, что этот успех мы добились в результате именно организации массовых протестов, массовых митингов. После 9 июня Шал в страхе, он в панике. Вы эту панику видели, когда стояли цепи полицейских и не пропускали на места проведения митингов. Но давайте проанализируем, что это значит. Что за решение было принято Шалом, не Токаевым. Мы все должны знать, что Токаев мебель, еще раз повторяю, Токаев жихас, Токаев мебель. Мы все это должны четко себе уяснить. Потому что Токаев не может назначить ни одного министра, ни одного акима, ни одного депутата, вообще никого. Функциями, назначениями чиновника высшего ранга имеет право только Нурсултан Назарбаев. И в Конституции в законах внесены поправки, которые предполагают, что все должности согласовываются и утверждаются Советом национальной безопасности, где он является председателем. Национальный нефтяной фонд тоже под контролем Назарбаева. Национальные компании тоже по его же указу находятся под контролем Назарбаева. Вы все должны знать, что у Токаева нет никаких полномочий. И все, что он делает, он делает по приказу Шала. Поэтому, когда я говорю, что это кредитная амнистия предпринятна Назарбаевым, вы все должны понимать, что это действительно так. Потому что Токаев ничего не решает. Он просто гарнитур, который вот стоит, где его поставили и все. Но тем не менее, давайте мы пока будем говорить об этом принятом решении. Итак, что такое 300 тысяч тенге? 300 тысяч тенге, если перевести на текущий курс относительно доллара, выяснится, что это приблизительно 700 долларов. То есть, те, кто попадет в эту программу, а это многодетные семьи, инвалиды и еще какой-то класс заемщиков. И Токаев утверждает, что их 500 тысяч человек. Итак, 300 тысяч тенге это 700 долларов. 700 долларов умножаем на 500 тысяч человек и получаем сумму 350 миллионов долларов. То есть, Назарбаев хочет сказать, что он раз подарил народу Казахстана 350 миллионов долларов. Не своих, не своих, не тех украденных 200 миллиардов долларов, а именно государственных денег, которые находятся в бюджете страны. Что такое 350 миллионов долларов? Чтобы вы понимали, сумма потребительских займов и ипотечных составляет приблизительно 4,6 триллиона тенге. 4,6 триллиона. Это приблизительно сумма, ну, около, наверное, до 15 миллиардов долларов, скажем так, да? И он как бы списывает 350 миллионов долларов. Хочу вам напомнить, что маленькая Грузия, бедная Грузия, у которой нет нефти, газа, урана, золота, вообще ничего нет, которые имеют только аграрный сектор, небольшие промышленные предприятия, море. Грузия, прекрасный город Белиссии и сейчас более-менее хороший город Батуми. Грузия списала в прошлом году кредитов на сумму 650 миллионов долларов. Притом население в Грузии всего лишь 3,7 миллиона человек. В Казахстане живет более 18 миллионов. Вот понимаете масштаб? Маленькая Грузия, население которой в 5 раз меньше, чем в Казахстане, не имеющее вообще ничего, списала 650 миллионов долларов. Богатые ресурсами в Национальном фонде страны плюс Золотовалютные резервы Национального банка суммарно 87 миллиардов долларов списывает 350 миллионов долларов. Хочу вам напомнить, что программа демократической выборы Казахстана предполагает списание всех потребительских займов, абсолютно всех для всего населения и ипотечных займов на стоимость жилья до 30 миллионов тенге. И по нашим оценкам на эти цели понадобится всего лишь 10-12 миллиардов долларов США. Что же сделал Назарбаев вместе с Такаевым? Они как бы сделали народу Казахстана мелкую подачку на 350 миллионов долларов и пытаются таким образом сбить протестный потенциал. Но это тоже хорошо, уважаемые друзья. Вы же понимаете, все эти действия Назарбаев делает только под мощнейшим нашим давлением. Только в результате этого, только в результате организации митингов, обещание, что мы добьемся смены режима и шал в панике. Поэтому я хочу нас всех поздравить и еще раз подтвердить, что наш курс, который мы взяли на проведение масштабных митингов, дает свои результаты. Именно они дают свои результаты. Еще раз, правительство демократического выбора Казахстана спишет все потребительские кредиты и потечные займы на стоимость жилья до 30 миллионов тенге. Все. И эта программа будет до 12 миллиардов долларов. Не 350 миллионов долларов, как у Такаева Назарбаева, а порядка 12 миллиардов долларов США. В очередной раз я еще раз хочу объяснить, где эти деньги. В национальных резервах у нас 87 миллиардов долларов США. Это при том всем, что идет тотальное вороство группой Назарбаева страны. Каждый год эта шайка крадет у вас свыше 30 миллиардов долларов США. Поэтому вообще нет никаких проблем списать все потребительские займы и потечные займы в том размере, который мы озвучили. Никаких проблем. Поэтому вы должны воспринимать, что шал просто боится своего народа, делает мелкую подачку на сумму 350 миллионов долларов, пытается таким образом сбить протестный потенциал. Мы же должны сказать себе, мы на правильном пути, мы именно своими активными действиями заставляем пятиться эту власть, выполнять волю народа. Вы видите, нелегитимный Токаев, которого народ не избирал, пытается стать легитимным. Приехал в Арысь, сказал, что правительство выделит деньги. Маленький город Арысь, все ресурсы в нашей стране есть, он мог одним ударом все эти вопросы решить. Построит новый город за те средства, которые сейчас есть в нашей стране. Меньше воровать, в конце концов, надо, да? Что они делают? Они собирают деньги у нищего народа. Уважаемые друзья, я понимаю ваш порыв, нашим соотечественникам надо помогать. Но вы все должны знать, что эта власть сама фактически взорвала эти склады. Там в предыдущие годы много раз происходили взрывы, много раз. Тем не менее, эти ошибки не были устранены. И теперь на вас, Нурсултан Назарбаев, глава Совета Безопасности, хочет переложить ответственность. Хочет, чтобы вы заплатили, а не он. Еще раз я хочу поздравить нас всех с маленькой победой. Конечно же, сейчас мы понимаем, что такая будет всеми путями. Так же обещать, как Назарбаев будет тянуть с этими выплатами. Но, в конце концов, я уверен, что мы его принудим. Но не это главное. Нам важнее построить новую страну. Реализовать те программы, которые объявили мы, демократический выбор Казахстана. И поддерживать вы, уважаемый народ Казахстана. И вы видите, что мы можем добиться успеха. Было много скептиков, которые не верили, что возможно списание кредитов. Вот оно. Сегодня это произошло. Завтра мы сменим режим. И мы реализуем все программы ДВК. Мы спишем все потребительские займы, ипотечные займы до 30 миллионов тенге на жилье и так далее. Это все реальность. Так что давайте действовать. 6 июля мы выходим на массовые митинги по всей стране в 19 часов по Алматы. Алга, Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok